Приветствую вас. Давайте распорим ваши вопросы. Я с девушкой из разных городов. И мы долго общались. Была в основном переписка, разные фотографии друг к другу, видеосвязь, слова любим и так далее. Но были периоды занесения меня в черный список и вытаскивания. Но в последний раз сама написала, написала, после случая с черным списком, наконец-то встретилась у нее дома без интима. Получается, она всего настрого закрыла гештальт. Вопрос, к чему все вообще было? И зачем так переживать, чтобы сказать два слова? Ну, если честно, по фемантике вашего текста не очень понятна в чем проблема. Понятно, что вы спрашиваете про человека, и я боюсь, что именно конкретно про человека мы вам не скажем, потому что нам, в общем-то, нельзя обсуждать третьих-третьих лиц, как того требуют. Профессиональная этика, да и угадать, с чего уж там, дело максимально неблагодарно. Поэтому я надеюсь, что вы относитесь к этому, как минимум, с пониманием. Вот. А дальше, значит, что такое отношение на расстояние? Это работа воображения. Это образ. И соответственно, соответственно, очень часто бывает в этой связи такая же история, что люди друг друга идеализируют. Вот, вполне могла быть такая история и с девушкой вашей, с которой вы общались по сети. Вот. Она вас идеализировала, 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 а увидев, в общем и целом, что-то для себя поняла, с чем-то за чем-то внутри себя таким столкнулась, что, в общем и целом, как я понял, привело к тому, что вы не расстались. Поправьте меня, если я ошибаюсь, вот, но выглядит цело именно, именно так. Неприятно. Да, это действительно неприятно. Болезненно, да, это правда, это болезненно. Вот. Вот. Но, это опыт. Во-первых, вы можете продолжать с ней общаться, я думаю, как друзья и встречаться с ней. Опять же, как друзья, из этого обязательно, может быть, может быть, что-то получится. Может быть, подчеркиваю. Может быть, из этого что-то получится. А может быть и нет. То есть, с этого вот, в действительности этого, на самом деле, никто не знает. Вот. Либо, если вы не можете, если вы не чувствуете, что у нас есть такая возможность, если вы не можете отнестись или относиться к ней как к другу и общаться с ней по-друге, то, в таком случае, действительно общение с ней вам имеет смысл, конечно же, прорвать. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не выйдет, ничего хорошего. Из этого, скорее всего, не случится и не получится. Вот. Это, опять же, да, неприятно. Это, опять же, да, может быть, очень неприятно слышит, но слышит, точнее, но такова реальность. Поэтому, я думаю, что, ну, такая вот история. Что вы пытаетесь сделать, стараясь, стараясь понять, что нужно, то есть, для чего все это было нужно и догнаться. Что вы пытаетесь сделать сейчас, да? Ну, на мой взгляд, вы пытаетесь заглушить или объяснить, как я бы это сказал, да, свою боль. Вы пытаетесь сделать именно это, как мне кажется. Вот. Ну и, естественно, что вы обречены здесь на провал, потому что, чтобы это сделать, необходимо человека обеценить очень сильно. Вот. Вы, конечно, можете это сделать. Вы можете человека обеценить. Вот. Я думаю, что не так это сложно, в принципе. Не так сложно объяснить человека, вот. Но вопрос немножечко в другом заключается. Вопрос заключается в том, к чему вас это может привести. Вот. Я бы вот, пожалуй, так бы это сформулировал. Я бы, пожалуй, так бы поставил вопрос, к чему вас это приведет. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам имеет смысл, как-то вот, может быть, может быть, признать, признать, что вам больно. Вот. Признать, что, может быть, вы разочарованы. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, получить для себя какую-то возможность. двигаться дальше, двигаться вперед, вот, по жизни. Вот. Вот. Я думаю, как-то так можно вам ответить на вопрос. Ну и по возможности, конечно, не обстраивать отношения на расстоянии, если нет каких-то четких временных рамок, того, когда вы сможете быть вместе. Вот. Вот. От того, когда вы будете вместе. Вот. Я думаю, как-то так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Естественно, мы не скажем, я повторюсь, мы не скажем вам о том, вот, зачем и для чего человек так себя вел. Потому что только одной, только одной есть известно. Это. Я думаю, вы понимаете. этот момент. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вам имеет смысл постараться двигаться дальше. Ну вот. Я понимаю, что это нелегко. Я понимаю, что могут быть, могут быть проблемы. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вот. Но также я понимаю, что если вы будете себе свою боль сейчас зажимать, если вы будете пытаться ее зажимать, то ничего хорошего из этого не получится для вас от слова совсем. Вот. Более того, мне кажется, что страдания будут увеличиваться, будет увеличиваться злость и, как бы, будет вам становиться только, скорее всего, хуже. Вот. Поэтому вот этого мне бы хотелось, чтобы вы, конечно же, избежали для себя. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Так что я желаю вам всего самого доброго и удачи.